Задумывались ли вы когда-то над вопросом, как долго вы хотели бы жить? 80 лет? 90? 120? Дольше? Передумаете ли вы после того, как достигнете этого возраста? 50 тысяч лет назад большинство людей умирали в молодости. С повышением навыков использования ресурсов и медицины ситуация становилась все лучше. Сегодня люди живут дольше и более здоровой жизнью, чем когда-либо прежде. Но это все имеет непредвиденные последствия. Мы проводим все большую часть нашей жизни, будучи больными и нуждающимися в уходе. Большинство из нас умрет в больничной койке, что гнетуще уже само по себе. Но мы также видим, как это происходит с теми, кто нам дорог. Хотя, возможно, мы сможем остановить это навсегда. Наиболее эффективный способ лечения заболевания – это не допустить его. Можно спасти гораздо больше жизни, если вы убедите миллионы людей перестать курить, в сравнении с созданием лучшего средства от рака. Так почему бы не положить конец началу всех болезней и процессу старения? В двух словах старение вызвано физикой, а не биологией. Вспомните автомобиль. Части изнашиваются от трения. Металлические части ржавеют. Фильтры раскупориваются. Резина трескается. Наши тела изнашиваются триллионами крошечных физических процессов. Кислород, солнечная радиация, метаболизм. Наши тела имеют множество механизмов для ремонта этого ущерба, но со временем они становятся менее эффективными. Из-за этого наши кости и мышцы ослабевают, кожа морщится, иммунная система становится слабее. Мы теряем нашу память, и наши чувства ухудшаются. Нет такого понятия, как смерть от старости. Мы все умираем из-за поломки одной из наших важных частей. Чем мы старше, тем более поврежденными и ломкими мы становимся. Пока одно или несколько заболеваний не убивают нас. Незаметно для большинства из нас исследования продолжения жизни сделали невиданные успехи в последние несколько лет. Мы начали понимать механизмы, которые являются причинами старения, и алгоритмы управления ими. Старение – это не мистический процесс или не то, чего можно как-то избежать. Возможно, у человечества получится приостановить развитие старости, что называется, отсрочить ее наступление. Мы сейчас попробуем рассмотреть данное явление с научной стороны. А вот в другом видео рассмотрим действия современных ученых для отсрочки наступления старости. Первый вопрос, на который нужно найти ответ – нужно ли вообще приостанавливать процесс старения и хорошая ли на самом деле эта идея. Продление жизни или конец старения доставит большому количеству людей определенные дискомфорты. Каждый человек рождается и поэтапно проходит все этапы жизни – детский, подростковый, зрелый, старческий и смерть. Это считался на протяжении всей истории человечества самый естественный процесс. Из этого следует, что старение – это логический и хороший процесс, правда? Нам нравится идея прожить достаточно времени, чтобы испытать все нюансы старости. Это так называемые золотые годы. Но реальность не такая прозаичная. Многие хотят наступления этого периода старости, но никто не хочет ощущать себя старым. Давайте, например, вспомним греческий миф о Тифоне. Тифон был любовником богини Эос и был, вероятно, удивительным молодым человеком, потому что богиня обратилась к Зевсу с просьбой даровать парню бессмертия. Богиня хотела провести вечность вместе. Но Эос забыла попросить у Зевса еще одну вещь – вечную молодость. Тифона Зевс наградил вечной жизнью, но он состарился и просто не мог умереть. Прожив несколько сотен лет, Тифон состарился полностью, высох до размера виноградины и остался в таком беспомощном виде навсегда. Еще с тех древних времен люди боялись такого понятия, как бесконечная старость. По сути, процесс окончания старости не означает, что человек должен постепенно становиться слабее и слабее. Если останавливать процесс старения в глубоком возрасте, будет уже поздно. Например, человек, который в 90 лет сумел остановить процесс старения, в любом случае умрет в течение ближайших нескольких лет. Его организм уже получил большое количество урона, а физических возможностей и ресурсов попросту не хватит для восстановления. В глубоком возрасте больше возможностей для приобретения критических заболеваний. Как утверждают ученые, концепция продления жизни прямо пропорционально связана с продлением конца болезней. Следовательно, наблюдается конец фиксированного максимума продления жизни. Никто не может точно сказать, насколько максимально можно продлить жизнь. Возможно, удастся добиться продолжительности лет до 120. А может быть, человечество сумеет вообще преодолеть старость и смерть навсегда и сможет полностью избавиться от всех болезней. На данный момент сложно оценить все потенциальные возможности человечества. Да, может и получится достичь полного бессмертия. Но необходимо ли на самом деле это человечеству? На самом деле понятие продления жизни – это очередная фраза в сфере медицины. Все действия врачей нацелены на продление жизни и минимизирование страданий. Больший процент ресурсов сферы здравоохранения направлен на последствия процесса старения. Большая часть ресурсов человека в течение жизни направляется на здравоохранение. Половина расходуется в период старости и приблизительно треть ресурсов в среднем возрасте. Сейчас проводится большое количество испытаний в медицине, направленных на продление жизни посредством применения медицинских приемов. Но это пока не показывает никакой эффективности. Все попытки предотвратить или остановить процессы старения – такие же естественные, как и пересадка органов, использование вакцин, антибиотиков или лечение рака химиотерапией. В наши дни все, что кажется на первый взгляд противоестественным, относится к норме. Мы научились наслаждаться высокими уровнями жизни и стремиться к большему. Но большинство людей начинают задумываться о предотвращении старости тогда, когда это уже поздно, когда машина уже сломалась. Мы привыкли тратить большую часть ресурсов на восстановление сломанного, чем пытаться предотвратить поломку намного раньше, эффективнее и с меньшими затратами. Заявки на продление жизни до сих пор относятся к категории чего-то высокомерного. Многие люди уверены, что по достижении определенного возраста они захотят умереть. И идея полной отмены смерти их очень пугает. Конец биологического старения в любом случае не является концом смерти. Это можно сопоставить с детской игрой на улице вечером, когда хотелось продлить время игры и остановить закат. Хотя разговор о вечной игре заканчивается тогда, когда организм начинает чувствовать усталость и играть уже по сути не хочется. Если бы можно было представить мир без болезней, старости и смерти, как бы это повлияло на нас через каких-то 100 или 200 лет? Если бы знали, что проживем дольше, заботились ли мы лучше о нашей планете? Если бы можно было работать 150 лет, сколько можно было бы потратить времени на поиск любимого занятия? Сколько лет можно было бы выделить на обучение, создание семьи и так далее? Исчезло бы это давление социума извне и чувство стресса, которое испытывает каждый второй на нашей планете? Или стало бы хуже? Я спрошу еще раз. Если бы вы могли сейчас выбрать, сколько лет вы проживете в здравии с семьей и друзьями, какой бы был ваш ответ? Какое будущее для вас идеальное? Ваше будущее напрямую зависит от ваших мыслей и действий. Хотите вторую часть на эту тему? Тогда пишите хэштег под видео «Давай еще» и ставьте лайк. Хотя нет, много лайков. Десять тысяч. Я знаю, вы на это способны, и в доказательство этого вот эти выпуски. Донат, донат, донат. Все слышали это слово. Но, дескать, если вдруг не в курсе, донат – это материальное пожертвование от зрителей автору канала. Так вот, учитывая, что на Ютубе сейчас получить хоть какую-то копейку становится все проблематичней, и весь доход идет на продакшен и поиск материалов для выпусков. Просьба к вам, наилучшим подписчикам и зрителям, если у тебя, да, именно у тебя есть возможность хоть как-то повлиять на финансовое положение канала, и ты искренне от души любишь и ждешь новых выпусков от «Хаббл», огромнейшая просьба не оставаться в стороне. Это сейчас крайне важно для меня и канала в целом. В благодарность за пожертвования пять самых наибольших донатов будут показаны в начале следующего видео. Все реквизиты для пожертвования можно найти по ссылкам в описании. Большое спасибо за внимание и просмотр. До встречи в новых захватывающих выпусках! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok